Сейчас я тебе покажу самое простое ориентирование по компасу, которому, к сожалению, не учат в школе. Итак, я собираюсь идти вон туда, в лес, но перед тем, как туда отправиться, я нахожу какой-нибудь ориентир. Это должно быть что-нибудь большое. Река, озеро, деревня, гора. Большое. В моем случае это будет вот эта дорога. Я становлюсь спиной к лесу и лицом к дороге. Вот так это выглядит на деле. Дорога, к которой я стою лицом, и спиной к лесу, куда я буду идти. Вот в таком положении я настраиваю компас. Сегодня у меня вот такой компас для того, чтобы было проще показывать, снимать видео и объяснять. Вот эта стрелка, это будет прицел. И прицел сейчас смотрит прямо на дорогу. С другой стороны, соответственно, лес. Красная стрелка показывает, где находится север. И шкала градусов, вот он север, не совпадает со стрелкой. Нужно сделать так, чтобы север был на севере. Кручу это кольцо. Готово. И что мы видим? Прицел находится на 140 градусов. Это и будет азимут возврата. Вот этот обратный азимут, в моем случае 140 градусов, и нужно запомнить. А еще лучше куда-нибудь записать, потому что забудете. С таким компасом проще, потому что прицел смотрит именно на эти 140 градусов. И колечко шкалы зафиксировано на прицеле. Конечно, в кармане или в рюкзаке колечко может случайно провернуться, и прицел собьется. Поэтому нужно запомнить, или еще лучше повторюсь, свой азимут возврата где-нибудь себе записать. И после того, как ты настроил азимут возврата, становишься спиной к своему ориентиру, в моем случае дорога, и идешь туда, куда ты планировал. Я вон там на дереве оставляю кофту, посмотрим, насколько точно у меня получится к ней вернуться. Мой ребенок совсем недавно в школе проходил эти компасы. Что-то там на карте они смотрели, крутили. Зачем? Непонятно, если вот это и есть самое главное, что нужно знать ребенку насчет компаса. Ладно, пошел я в лес. В лесу ты можешь ходить как угодно, грибы собирать, ягоды просто гулять, крутиться как попало, не боясь потерять ориентир. Можно возразить и сказать, что нафиг он нужен такой компас. Сейчас компас есть на любом телефоне, и это правда. У меня вон даже на часах есть компас. Не важно, какой у тебя компас. Главное, чтобы он был, и чтобы он тебя не подвел в нужный момент. Ну, к примеру, чтобы он вместе с твоим телефоном не разрядился. А так, конечно, компас есть компас. Ну что, давай возвращаться. Достаю компас. Вот он этот компас, и прицел настроен на 140 градусов. Но идти пока по этому прицелу не надо, потому что пока еще это не азимут возврата. Видите, север на шкале не совпадает с севером, куда указывает стрелка. Ничего здесь крутить не надо. Крутим сам компас так, чтобы север опять оказался на севере. Вот. Вот теперь нужно идти по прицелу вот сюда. Там дорога. Причем не надо идти все время вот так по прицелу и смотреть, чтобы не сбивалась стрелка с севера. Да нет, вот так по прицелу посмотрел, идти вон туда и чешешь к своей дороге. Давай покажу, как надо ходить. Компас настроен, север показывает на север. И смотришь, куда показывает прицел. А прицел показывает вон на то дерево. На него, собственно говоря, и держишь курс. Причем, пока идешь к этому дереву, можно от него отвлекаться. Увидел где-нибудь в сторонке ягоды, пошел, собрал их и обратно к тому же дереву. Дошел до него. Берешь компас, заходишь за это дерево. И снова сверяешься с курсом так, чтобы север, который обозначен на градусной шкале, совпадал с красной стрелочкой, которая указывает на север. И дальше идешь по прицелу. Что показывает прицел? Следующее дерево. К нему и иду. Дальше местность я уже узнаю и даже вижу дорогу. Но компас меня ведет через вот такой бурелом. Туда я не пойду, я его немножко обойду. В общем, на дорогу я вышел, но кофту, которую я оставил на дереве, я пока не вижу. Хотя нет, вон она там висит на дереве. Теперь ты понял, почему ориентир должен быть чем-то большим. В моем случае это длинная дорога. Да, я не вышел прямо на кофту, но я вышел на дорогу. И как результат, нашел кофту и знаю, куда мне дальше двигаться домой. Повторюсь, твой ориентир должен быть чем-то большим, заметным. И тогда вот такой простой способ ориентирования по компасу спасет тебе, возможно, даже и жизнь. Я считаю, что именно вот такому элементарному ориентированию по компасу и нужно учить детей в школе. А не вот это в классе, по карте, чего-то там компасом водить. В следующем видеоролике я покажу, как уйти в лес от точки А, гулять там и именно в эту точку А вернуться. С вами был следопыт Бонифаций.